И предположить, что матрица Макса Планка — это матрица и есть проводник. Идея о том, что всё взаимосвязано, очень старая идея. Даже в науке конца 1800-х годов существовало убеждение, что есть невидимая паутина энергии, которая соединяет всё в 1800-х годах. И учёные очень-очень жарко спорили о том, существует ли это поле. Был очень известный эксперимент. Он был проведён для того, чтобы определить, действительно ли существует поле, называемое эфирным полем. В 1887 году состоялся очень известный эксперимент Майкельсона Морли. Он был разработан для того, чтобы раз и навсегда определиться, есть поле или нет, да или нет, поле существует или не существует. На мой взгляд, это был хороший эксперимент. Однако он был плохо интерпретирован. Более ста лет наша наука основывалась на неверном убеждении. Это неправильно. И вот теперь, очень интересно, сто лет спустя, в 1986 году, ВВС США повторили этот эксперимент. В 1986 году ВВС США повторили эксперимент Майкельсона Морли. Они опубликовали результаты в очень престижном журнале «Природа», научном журнале «Природа». Они обнаружили следующее. Они повторили эксперимент с хорошим оборудованием, гораздо лучшим оборудованием. И суть в том, что поле существует. Они обнаружили, что эфирное поле действительно существует. Об этом сообщается в августе 1986 года в журнале «Природа», том 322. Они там говорят, ах, поле есть. И не только есть эфирное поле. Оно измеряется именно так, как сообщали Майкельсон и Морли сто лет назад. Хотя у них даже не было оборудования для этого. Теперь, почему мы не знаем об этом? Это должно было попасть на обложку каждого крупного журнала и газеты. Это должно было быть на CNN, Headline News или Sky News. Но ведь это все меняет для ученых. Потому что все учебники говорят, что эфирного поля нет. Вся их карьера основана на том, что поле отсутствует. И вот теперь эфирное поле есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...